коллеги добрый день тема нашего сегодняшнего вебинара это партнеры контрагенты в управлении торговли 1с принципиально новая система учета наших партнеров по бизнесу идет в системе 1с управления торговли 11 11 те кто переходят с других с другой системы переходят с десятки даже бывают такие которые еще там 7 7 где-то далеко там остались 7 7 и сейчас приходит на 11 для них принципиально новая тема принципиально новый принцип ведения и пользователи конечно путаются важно понять вот основные принципы как это как выстроено ведение работы с деловыми партнерами вот и 11 сначала мы рассмотрим с вами кратко интерфейс и общий обзор возможностей управления торговли социально делая на этом акцент были у нас вопросы зачем мы это рассматриваем у нас идет не обучение по тему нас идет полноценный вебинар поэтому некоторые участники смотрят впервые про у т-11 попали на эту тему и должны понять что это запасая система управление торговли 11 далее мы будем рассматривать уже темы по деловым партнерам как зарегистрировать нового делового партнера как ввести информацию о партнере о компании которая состоит из нескольких юридических лиц а сети магазинов как контактные лица регистрируется как хранится история изменения реквизитов контрагента для чего она хранится что это такое и как получить свою информацию по партнеру по ходу вебинара я буду показывать некоторые вещи в системе некоторые вещи буду просто объяснять как это происходит в управлении торговли 11 так перейдем к описанию самой системы а скажите а кто уже работает в управлении торговли 11 но даже не так напишите да нет работаете или нет управления торговли 11 чатик у вас есть можете написать да нет на вижу сообщение пошли хорошо вот пригодное решение само 1с управление торговли 11 она это одно из самых обширных одно из самых применяемых решений которые учетных систем который позволяет очень высокую детализацию степень детализации учета построить по всем процессам от обстановки цели в организации планирования весь опер учет выстроить то есть продажи складской учет это закупки взаимодействия с партнерами деловыми полностью выстроить отражает факты хозяйственной деятельности нередко идет уже с бухгалтерией обмен данными уже в бухгалтерский учет это очень популярное решение на данный момент она из одной из самых популярных ну и конечно очень удобная система для анализа всех процессов организации анализа данных удобные настраиваемые отчеты как выглядит система сам интерфейс системы кто работал десятки кто работал еще в предыдущих версиях они конечно попадая видя вот я вижу кто-то еще на 7 7 работает конечно да вы видите систему управления торговли 11 внешне она очень сильно отличается сейчас саму программу открою базу посмотреть как она выглядит но в общем-то даже для тех кто уже использует у т-11 иногда будет полезным посмотреть функционал что что здесь можно сделать когда вы внедряете систему когда вы ее первый раз пользователь открывает он конечно очень непривычный интерфейс он начинает ему привыкать вот в этот момент надо понять что не только просто взять и привыкнуть нужно понять как ее настроить систему чтобы ваш рабочий стол он был удобен для каждого пользователя и это нужно учитывать понимать потому что некоторые так и работают вот стандартные рабочий стол у всех и подпользователя не подстраивают подпользователя нужно обязательно подстраивать ну во первых мы сейчас посмотрим какой системе мы работаем что у нас за версия у нас по кнопочке и вы всегда можете посмотреть что за систем эта учебная версия мы сейчас зашли под администратором федоровым то есть у нас сейчас есть полные права мы можем в программе делать все. На рабочем столе, на начальной странице у нас сейчас расположены мои заметки, мои задачи, текущие дела. Вот состав вашей стартовой страницы, ну еще новости. Состав вашей стартовой страницы вы можете настраивать и регулировать. То, что вам нужно, вы можете выводить. Первое, что вы можете делать, текущие дела, вы можете настраивать, поставить галочки, то, что вам нужно, то, что нет. Необязательно выводить все, у нас сейчас сделано здесь все, выведено. Абсолютно это не обязательно, то есть вашему пользователю не нужно засорять все, что ему не нужно. И можно установить автообновление информации здесь в текущих делах, можно просто обновлять. Вот, настраивается это по кнопочке, тут есть стрелка, вид, можете делать настройки начальной страницы, вот то, что я вам сказала сейчас. Просто добавляйте или удаляйте те вещи, которые вам нужны, те формы из доступных форм. Также у нас есть вот это меню слева. Не факт, что у вас все пользователи, и скорее всего, все пользователи всеми разделами пользуются. Вот, если вы хотите настроить панель разделов, здесь вот есть удобная настройка панелей разделов, вы можете добавить те разделы, которые нужно пользователю, можете убрать, и как у вас располагается текст. Справа от картинки, совсем без текста, под картинкой. Ну, это такие вещи, на которые не очень обращают внимание, и даже люди годами работают, и вот это неудобство терпят. Хотя, это нужно в первую очередь строить. Ну, и также вы можете панели расположить так же, как вам удобно. То есть, это несложные настройки, которые пользователь может сделать сам. Мы сегодня будем работать с темой контрагенты, деловые партнеры, я бы так сказала, которые у нас в основном находятся в разделе НСЕ администрирования, продажи и закупки. В этих разделах мы работаем вот по этой теме. Вернусь сейчас к презентации нашей. Видно презентацию. Вернусь сейчас к презентации, чтобы идти по слайдам. И буду возвращаться уже в программу по мере необходимости, где у нас находится информация о деловых партнерах. То есть, наших деловых партнеров мы можем видеть в трех местах. Как я уже вот говорила, то, что мы будем три раздела смотреть. Первый раздел, где мы видим наших деловых партнеров, это НСЕ администрирование. Тут полный список. Здесь у нас располагается меню НСЕ и в меню НСЕ партнеры. Тут у нас полный список всех, кто является нашими партнерами. Это наши клиенты, это наши поставщики. Это все компании, с которыми мы ведем какое-то взаимодействие. Вот, чтобы увидеть только наших поставщиков, мы переходим в раздел закупки. Здесь у нас есть поставщики. То есть, это не какие-то другие сущности 1С. Это все тоже те же сущности 1С. Здесь мы видим конкретно именно поставщиков. И, соответственно, в продажах мы видим наших клиентов. То есть, это все то же самое, только в разбивке. При переходе из десятки бывают вопросы, чтобы это все правильно отображалось. Недавно мы столкнулись с таким моментом. Поэтому, если вы переходите самостоятельно и сталкиваетесь с тем, что у вас в разделе продажи и закупки не отображаются, допустим, какие-то ваши партнеры деловые, это нужно смотреть, вот как у вас перенеслись данные. А если вы хотите комплексно всех посмотреть в НСИ, администрирование, в партнерах, вы их увидите точно. То есть, смотрите, вот если вы не находите здесь кого-то, обязательно зайдите через справочник партнера НСИ, администрирование. Здесь вы их найдете. Теперь, как особенность именно системы управления торговлей 11. Вот все сталкивались, наверное, в своей деятельности с такой ситуацией, но это достаточно частая ситуация, когда у нас, допустим, есть какой-то наш партнер, то есть есть организация, с которой мы сотрудничаем, и у нее существует два юридических лица. Допустим, это ООО по каким-то определенным товарам, которое работает, и товарам или услугам, и ИП, которая работает по другим категориям, по другим номенклатурным позициям или территориально по какому-то признаку. То есть по своим бизнесовым причинам компания держит два юридических лица, там два, три, бывает прям ряд юридических лиц по разным признакам, хотя является этой компанией единой, и у нее есть несколько юридических лиц. Вот ранее в предыдущих версиях программы было непонятно, как это все систематизировать, то есть как увязать вот эту управленческую сущность, само понятие организации управленческой, и увязать понятие ряда ее юридических лиц. Вторая ситуация, которая тоже случается очень часто, это когда у нас есть одно юридическое лицо, ну допустим там какая-то сеть магазинов, это одно юридическое лицо, и у нее фактически есть ряд управленческих сущностей, которые отдельно ведут учет, допустим там сеть магазинов, с которыми мы ведем взаиморасчеты отдельно, остатки там какие-то вещи все управленческие, мы ведем раздельно, при этом это единое юридическое лицо. Так, сейчас посмотрим, как в системе это выглядит, для того, чтобы вот эти сущности управленческие, и вот они получается разделены, само понятие управленческой сущности, и регламентированные, у нас они разделены, то есть управленческая это контрагент, ой, это партнер, а бухгалтерская уже это регламентированная, это контрагент. Как это выглядит в системе? Мы можем, в любом случае у нас есть партнеры, к каждому партнеру привязан контрагент. Вот если мы хотим видеть и вести эти справочники раздельно, то есть чтобы у нас могло быть к одному контрагенту привязано несколько партнеров, к одному партнеру несколько контрагентов, то нам нужно сделать настройку специальную. Если нам нужно, чтобы визуально ваш пользователь не путался, бывает такое, допустим, у вас всего 50 партнеров, и у вас очень редкая ситуация, когда есть несколько партнеров, один контрагент или наоборот, и вы не хотите, чтобы ваш пользователь путался, где же что находится, то можно вести, не вести отдельно эти справочники, тогда у вас будет к одному партнеру привязан один контрагент автоматически, и путаться ваш пользователь не будет, не буду, то есть на старте это нужно сразу понимать при запуске системы, как вы будете вести эти справочники, обособлены или нет. Так, покажу, где это настраивается. То есть сразу при старте системы, вот у нас эта галочка, независимо ввести партнеров и контрагентов, вы ее сразу устанавливаете, то есть само понятие партнера и контрагента у вас в любом случае живут в системе, просто если вы уберете эту галочку, то у вас к одному партнеру будет привязан один контрагент. Все, и уже какие-то сложные связи вы не сможете устанавливать, теперь посмотрим, как это выглядит в справочнике, где мы видим партнера и где мы видим контрагент. Мы будем рассматривать полный справочник партнера для удобства, чтобы сразу здесь видеть и поставщиков, и покупателей. Ну, а вот рассмотрим на примере холдинга крупный. У нас здесь одно юридическое лицо. Вот, то есть, что мы сейчас сделали? У нас существует партнер, и это у нас управленческая сущность, крупный, холдинг крупный. И у него есть три юридических лица. Второе, первое и третье юридическое лицо. То есть, все документы регламентированные, они у нас будут привязаны именно к контрагенту. То есть, сам партнер у нас ведется в одном справочнике, в справочнике партнера. В контрагента к нему мы заходим в самой карточке партнера. Есть ссылка на контрагентов, привязанных к этому партнеру. И мы открываем отсюда уже контрагентов, которые привязаны к этому партнеру. То есть, здесь мы видим уже всю юридическую информацию по нашему контрагенту. И сейчас рассмотрим вторую ситуацию. То есть, это у нас была ситуация, когда у нас есть один партнер и несколько контрагентов. И рассмотрим другую ситуацию. У нас есть сетевой магазин. То есть, вот тут я еще покажу, что у партнера может строиться иерархическая структура. То есть, у нас один партнер может быть главным. И к нему могут идти по иерархии уже подчиненные партнеры. То есть, у нас есть сетевой магазин, у которого есть три торговых точки. Точка 1, точка 2, точка 3. То есть, туда мы возим товар. Мы отдельно там ведем взаиморасчеты с ними. Отдельно все деловые какие-то управленческие учеты, управленческое взаимодействие ведем. При этом, у этого сетевого магазина, вот мы видим партнера и можем зайти к контрагента. Контрагент у нас один. То есть, это одно юридическое лицо. О, все для вас. И при этом мы видим иерархическую структуру. Вот в карточке головного контрагента, сейчас я покажу вот из карточки подчиненного. То есть, у нас есть торговая точка. Мы здесь видим, что входит в головное предприятие, сетевой магазин, все для вас. То есть, управление торговлей 11, оно дает возможность, первое, разделить управленческие сущности, это партнеров и контрагентов, вести связи между партнерами и контрагентами, многие ко многим. То есть, у вас может быть как к одному юридическому лицу привязано фактически несколько сущностей управленческих, так и к одной управленческой сущности, может быть привязано несколько юридических лиц. Запутано или понятно? Ну, просто когда начинаешь, ну, вроде бы, когда внедряем эту систему, объясняем, то все всем понятно. Когда начинают работать пользователи, конечно, для них, да, немного запутано. Стараюсь объяснить, вот, как можно понятнее. Вот, когда начинают работать пользователи, то это уже начинаются ошибки, не понимают, где управленческая, где сущность регламентированная информация, которая у нас вносится в карточке партнера управленческая, там не нужно вносить ННМ, там не нужно вносить регламентированную информацию. Если вы уже вводите контрагента, то там уже идет учет именно по юридическим данным, и завести вы без ННМ, уже, ну, там есть по умолчанию контроль, есть способ его отключить, конечно, контроль дублей, но сразу по умолчанию для пользователя идет контроль дублей, и для этого нужно обязательно завести ННМ при вводе контрагента. Вот, был, есть в чате вопрос, что завести партнера онлайн, ну, такой пример я не готовила, мы планируем сделать цикл обучения именно по управлению торговлей, прямо сквозной пример, то есть от создания, заполнения НСИ, создания всех необходимых карточек, контрагентов, договоров, соглашений, то есть все полностью по цепочке, продажи, закупки, резервирование, склад, то есть все-все-все, какие функции есть, мы планируем запустить цикл вебинаров. Там будет уже прям сквозной пример, сегодня я его вот не готовила, ну, в общем-то, и не заявляла. Вот. Так, еще раз, чтобы было понятнее, покажу на примере самого справочника. То есть вот у нас сетевой магазин, это управленческая сущность, есть так, как мы находимся сейчас в справочнике партнера, вот мы видим партнера сетевой магазин, у него есть три точки, все это партнеры, у них есть иерархия. Когда мы заходим внутрь, мы видим, что контрагент у них один, то есть здесь у нас связь много к одному. Другой пример, когда мы видим кодинг крупный, у нас одна управленческая сущность, сущность не имеет иерархической структуры, у нас просто одна управленческая сущность, и к ней идут несколько юридических контрагентов. То есть контрагент у нас всегда привязан к партнеру, партнер у нас имеет иерархическую структуру. Таким образом выглядит справочник и таким образом строится структура. Если вы понимаете, что у вас мало контрагентов, мало партнеров деловых, и разделять их на юридические сущности и управленческие смысла нет, и это только запутает ваших пользователей, то эту функцию можно отключить, и таким образом у вас в каждом партнере будет один единственный контрагент. То есть на старте нужно это определить. По созданию партнера, как, ну, а, кстати, хотела показать, чем отличаются партнеры в НСИ администрировании, общий справочник и продажи закупки. Есть одно единственное отличие, как система должна понять, каким образом она должна поместить конкретно в продажи или закупки, это когда мы создаем партнера, у нас запускается помощник регистрации нового партнера. Вот у меня спрашивали, чтобы сквозной пример, вот в сквозном примере мы прям по этому помощнику и пройдем, когда будем делать выделенный по этому цикл вебинаров. Помощник регистрации нового партнера, он ведет вас по этапам, то есть вы ничего не пропустите. Сначала создается партнер, далее уже создается от партнера, идет контрагент. Здесь у нас, видите, есть галочка, указывается идентификация, ну, идентификационные данные партнера, то есть вы сразу можете автоматически создать контрагент. Можете его не создавать, то есть создать только партнера. И далее уже там будет указываться, кто это поставщик, это ваш покупатель, и уже от этого, если вы укажете галочки, тогда уже пойдет определение, в какой раздел попадет ваш партнер. Вот, к примеру, посмотрим тот же самый помощник регистрации нового партнера из блока закупки. Тут тот же самый визуал. И автоматически все-все то же самое, только у вас автоматически попадает этот партнер деловой, он попадает уже в поставщиков. Он будет определяться как поставщик. То есть, если вы четко не знаете, куда его определить, то все-таки лучше через НСИ администрирование и через полный справочник партнеров создавать. Это по поводу того, как у нас создается партнер. Так, вернемся. Что мы видим вообще в списке справочника партнера, если мы наступаем на нашего партнера делового, сразу справа поле мы видим по нему информацию. То есть, не очень хороший пример взяла. Сетевой магазин. То есть, здесь у нас сразу указано, мы можем перейти в контрагенты. Мы видим телефон. Ну и если у нас что-то еще указано, то мы можем видеть. То есть, не обязательно заходить внутрь карточки. Если мы хотим сразу перейти в контрагенты, то мы можем вот таким образом сразу перейти в контрагенты. Также, что у нас еще указывается в карточке партнера? Что важно рассмотреть? В карточке партнера у нас указываются контактные лица партнера. Это что касается взаимодействия. То есть, мы можем создать неограниченное количество контактных лиц, с которыми мы дальше уже будем контактировать. Данные, по которым мы можем взять для обработки менеджера. Допустим, менеджерами выгрузить для какого-то взаимодействия. Программа управления торговлей 11. Она достаточно много информации в себе хранит о контактных лицах наших партнеров. Можно указать ФИО должность. Можно указать дату рождения, пол. То есть, если, допустим, вы хотите поздравлять с днем рождения, что-то делать, то вы это можете указывать. Роли контактных лиц, адреса телефона, доп. информацию какую-то вводить, кто плотно работает с контактными лицами, выстроена работа менеджеров, то очень удобный функционал. Здесь, в управлении торговли 11. Далее, вопрос по реквизитам наших теловых партнеров. То есть, есть такой наболевший вопрос, когда меняются реквизиты, какие-то документы неправильно сделали, кто-то кого-то не уведомил. Особенно, если как-то сопровождается программа неоперативно, и не идет проверка реквизитов контрагентов, не выстроена система, то этот вопрос больной. Где мы смотрим реквизиты наших контрагентов, и как мы понимаем, насколько они актуальны, когда они были созданы, кто их поменял. Мы, вот реквизиты контрагентов, они смотрятся не в партнере. Партнер – это у нас управленческая сущность. Здесь мы пишем информацию, которая нам нужна не для реквизита. Если нам нужны точные реквизиты, то смотрим мы карточки контрагента. И информацию, историю изменений мы смотрим. Вот у нас, видите, сразу указано, что установлен изначально. Установлен изначально. Если какие-то реквизиты по контрагенту менялись кем-либо, то мы можем, кликнув, увидеть историю изменений и также изменить. То есть, если у вас что-то кто-то поменял из реквизитов, бывают такие ситуации. Я на предыдущей работе часто сталкиваюсь, кто-то из менеджеров там что-то не может выписать, нужно в документах поменять. И в карточке меняют какие-то реквизиты, а потом выходят у других документов не очень корректные. И посмотреть, что было, когда изменено, как раз можно вот здесь. То есть здесь ведется прямо история изменений по всем реквизитам контрагента. Так, вернусь к презентации, посмотреть, какие темы я, возможно, пропустила, чтобы пройтись по ним. Где мы смотрим? Так, показала. Да, еще вот не сказала, что у нас можно сделать фильтры, то есть в справочнике контрагента мы можем сделать фильтры по бизнес-региону, только мои точки и только значимые. то есть значимые это, если вы работаете с бизнес-регионами, то если хотя бы один партнер есть существующим в этом бизнес-регионе, то вам они будут выдаваться. Сейчас вернусь к самой программе и покажу, где это находится. То есть вот здесь в справочнике мы можем установить фильтры, которые нам нужны, и в соответствии с этим перестраивается наша информация, которая у нас выдается. Тут же мы можем по тексту искать, как полнотекстовый поиск, так и часть слова вам с кем выдаст того партнера, который вам нужен. Далее по контактным лицам у нас есть отчетная информация, то есть вот я показываю вам, где вносится контактная информация, также помимо всех остальных отчетов, которые у нас существуют в отчетах, в списке отчетов у нас есть отчет по контактной информации, ее используют обычно менеджеры для каких-то целей именно взаимодействия с контрагентами. Это есть контактная информация и контактная информация контактных лиц. То есть это два отчета, которые выгружаются как раз-таки из полей контактной информации. А, у нас конкретно мы отфильтровали. То есть таким образом выглядит этот отчет, эти два отчета, их вот можно выгрузить из системы, но только если у вас эта информация будет заполнена. Так, вернемся к презентации. Также, если у вас есть подключенный интернет-поддержка, обязательно она должна быть подключена и ИТС включен. То есть вот когда часто у нас бывает такое, клиент обращается и говорит, у меня что-то не работает, у меня было автоматическое заполнение реквизитов, а сейчас вот не работает. Что случилось? Самая частая проблема – это то, что у клиента закончился договор ИТС. Вот при наличии договора ИТС действующего и наличии включенной интернет-поддержки действует автоматическое заполнение реквизитов контрагентов. То есть когда вы создаете контрагент, то здесь невозможно ошибиться по остальным реквизитам, если у вас есть ИНН. Возьете ИНН, все остальные реквизиты заполняются. Очень удобная функция, но она, в общем-то, работает во всех системах 1С, которые на поддержке, на ИТС практически. И очень популярный сервис, который, конечно, делает жизнь пользователя гораздо проще, чем когда этот сервис выключенный. Так, про заполнение рассказывала, что когда создается управленческая сущность, мы можем указать галочку сразу идентификационные данные партнера и сразу создается контрагент. Вот в этот момент, если вы ввели ИНН, то у вас как раз-таки произойдет автозаполнение всех остальных реквизитов. И также в управлении торговлей 11-й, что немаловажно, есть возможность создавать обособленные подразделения контрагентов. То есть, чтобы создать именно обособленные подразделения, то необходимо указать, вот на слайде, сейчас здесь на слайде покажу, есть у нас, то есть, когда мы создаем нового партнера и указываем идентификационные данные, то есть создаем контрагента, программа у нас спрашивает, это будет юридическое лицо отдельное за пределами ИРФ, либо это индивидуальный предприниматель будет, либо это обособленное подразделение организации. Если мы ставим галочку, точечку на обособленное подразделение предприятия, то у нас в дальнейшем уже наш помощник регистрации партнера, он ведет нас по тому пути, чтобы создать обособленное подразделение. То есть помощник регистрации нового партнера очень удобный инструмент, который вам не даст ошибиться. Главное поставить вовремя нужную галочку там, где она нужна. Также под специальными правами, когда мы работаем в программе управления торговлей 11, у нас идет проверка. То есть если мы создаем, допустим, поступил к вам запрос от потенциального клиента. Менеджер сразу начинает заводить партнера, начинает заводить контрагента и вбивает ТНН, система понимает, что контрагент с таким ТНН уже есть в системе. Вот в этот момент он не даст менеджеру создать еще одного контрагента, чтобы они не задваивались. в справочнике объекты. Вот бывают такие случаи, когда все-таки нужно создать вторую карточку, и такие для этого существуют специальные права. Вот под полными правами можно создавать контрагента без вот этой проверки. То есть в обход этой проверки на дубле может это делать только сотрудник со специальными правами. Нужно понимать, для каких это цели делается, и действительно ли это так надо. Вот в этом случае помощник, конечно, уже работать не будет. То есть создание контрагента будет идти не через помощник. Здесь описано на слайде уже порядок информации о том, что у нас, для чего у нас обособленные подразделения, что они используются, что они используют. По общей информации, которую я хотела рассказать, все немножко приведу итог, что мы сегодня рассмотрели. Мы рассмотрели сегодня, что программа управления торговлей 11 дает возможность ввести отдельно справочники управленческих сущностей и регламентированных сущностей, то есть партнеров управленческих и регламентированных контрагентов. При этом мы можем включить опцию, когда мы можем ввести эти справочники независимо, и у нас будет возможность включить многие к многим связи, либо мы можем отключить эту функциональность, и у нас к одной управленческой сущности может быть привязана только одна регламентированная сущность. То есть у каждого партнера будет один контрагент. Мы посмотрели, как у нас выглядит справочник партнеров и какие данные туда вносятся. Посмотрели, каким образом отображается контрагент в карточке партнера, как его посмотреть, как посмотреть информацию о контрагенту и каким образом заносится контактная информация контрагента, как она выгружается через отчеты. Также посмотрели фильтры, которые могут использоваться при работе со справочником партнеры. Проговорили тему автозаполнения, в каких случаях она работает и как работает помощник регистрации нового партнера. Так, чатик. Пока вопросов не вижу. Если есть вопросы, то задавайте. По времени у нас мы уложились четко во время. Контакты наши сейчас находятся на экране. То есть, как я уже говорила, что для всех участников вебинара сегодняшнего мы готовы провести совершенно бесплатно встречу, ответить на ваши вопросы точечно по вашим процессам, дать, возможно, какие-то рекомендации, возможно, и по сотрудничеям, номер телефона и почты указаны на экране, и также вас будут наши специалисты еще прозванивать. Ну, а на сегодня я тогда желаю вам хорошего дня. Спасибо вам за активное участие, за вопросы. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова